Здравствуйте коллеги, вы в мастерской Норт-88, меня зовут Филипп и это новости сварочной индустрии. В общем у меня две новости, плохая и еще одна плохая. Есть еще одна, но она не лучше. Почему я вообще решил снять это видео? Недавно мне позвонил коллега из моего города, он был взволнован, что с ценами на аргон все подорожало в два раза. Конечно я удивился, потому что насколько мне известно, аргон производят из воздуха, а если точнее, в основном с помощью технологии низкотемпературной ректификации воздуха. И если воздух пока не подорожал у нас в два раза, то это довольно странно. Оказалось, что на кислородные станции Воронежа аргон возят в основном с новолипецкого металлургического комбината. Дважды я пытался получить какие-либо комментарии непосредственно от специалистов по инертным газам. У них огромное количество всяких операторов, но специалисты либо в командировке, либо недоступны. В общем мне так это и не удалось. Лично для меня аргон и сварочная смесь подорожали на 43% и это довольно ощутимо. Причина видится так. Из-за пандемии COVID-19 больницы переполнены, вырос спрос на кислород. Спрос породил дефицит, дефицит, удорожание. Как я и сказал, кислород и азот получают в промышленных масштабах из воздуха путем его разделения на фракции в ректификационной колонне. При этом аргон является скорее пробочным продуктом. Так что рост цен на кислород вполне объясним, но если ты производишь больше кислорода, у тебя появляется больше побочного продукта, аргона, ну и некоторых других газов. Мне кажется, тут присутствует желание производителя набить потуже карман. Новость номер два. Возможно не все слышали про государственный переворот в Гвинейской Республике. Казалось бы, какое отношение к нам, простым сварщикам, имеет экваториальное африканское государство? Дело в том, что Гвинея обладает крупнейшими в мире месторождениями бокситов, а бокситы это алюминиевая руда. Как на ситуацию политической дестабилизации реагирует мировой рынок? В конкретном случае, даже если государственный переворот не приводит к каким-то отрицательным последствиям в добыче и экспорте бокситов, опасения этого могут вызвать подорожание алюминия по всему миру. И судя по всему, это уже происходит. Я сейчас говорю в основном о присадочных материалах, которые мы используем для ТИК-сварки. Ну и вдогонку последняя новость. Есть такой пропагандистский канал Russia Today. Они занимались в принципе своей обычной деятельностью, только решили это сделать для аудитории за пределами России, за что и схлопотали бан от YouTube. В ответ Роскомнадзор, одно из подразделений Министерства правды, пригрозил YouTube санкциями вплоть до полной блокировки. Ну а что, может вообще отключить весь интернет на территории России? Мы, сварщики, переквалифицируемся в Кузнецов, будем ковать мечи, доспехи. Нормально? К счастью, это маловозможно, потому что для Google российская аудитория YouTube это большой кошелек. И они согласятся на любые санкции, какими бредовыми они не были. Что я могу сказать насчет цен на расходные материалы? Конечно, небольшое подорожание происходит практически каждый месяц, но когда это происходит вот так, очень резко, это неприятно и сказывается как на мастерах, так и на клиентах. Но, коллеги, давайте не будем поддаваться панике, даже если у вас подорожали расходные материалы на 500, 1000, 5000 рублей, эту сумму можно как-то распределить, чтобы она не была накладана для клиента. Я думаю, 100-200 рублей это небольшая сумма при ремонте любой детали. А с вами был Филипп, подписывайтесь на канал, всем удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok